И мы продолжаем, я думаю, сегодня мы закончим Порошу Вайера, и это история про Ишмаэля, как он Цахак, и как его изгнали, и так дальше. И сейчас, по-моему, будет заключительный кусок, где объясняются все смыслы слова Цахак, а они непростые. Ну хорошо, Лен, ты у меня первый в списке, давай начинай. Такой, я буду, ахэн, есть лаудот, ки, бамбад ришон, маририн двери, абу Цинь, шель Сара, гарэш амэ азот вэт пнах. Тхушат рэта... Рэтия. Рэтия. Да, вэхァым муд. Да. Рэтия, Рэтия. Рэтия, Рэтия. 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 Рэтия, Рэтия, Нужно признать, что с первого взгляда слова цары возбуждают слова, выгони эту служанку. Только слова какие, это хорошее слово, это надо знать, ботим. Слова, ботим, резкие слова. Да, ботим это резкий, это не от слова бот, а это боте, боте, это резкий, грубый. Когда человек отвечает, он говорит, что отворим ботим, означает, что, ну, даже резкий это обычно хориким, а ботим это что-то типа, ну, какие напористо наглые на самом деле. Вот это вот называется ботим. Ну, думаю, резкий лучше, ну, не знаю. Резкий, ну, Хариф все-таки, по-моему, резкий. Хариф, можешь Хариф. Да, окей. Выгони эту служанку ее сына, Амаазов, да, они пробуждают, ну, возбуждают, как бы перевести. Рытья, это чувство сопротивления. Рытья, да, это ржение, я бы даже сказал. Да, мартия, мартия, да. Вот то, что сейчас в политическом жаргоне все время говорят, все время, это одно из самых воспотребаемых слов. Когда хотят сказать, почему такой прокол был военной разведке вообще всей армии, все время повторяют слово. Хамас-мурта, Хамас-мурта, Хамас-мурта. Что значит мурта? Это что он был, ну, не знаю, тут же как бы в пассиве, бра, ну, как бы задолбанный. То есть мурта, в смысле подавленный. Понимаете? Это вот это вот от этого слова рытья. Ну, хорошо, дальше. И, ну, это мы мут. Сопротивление, да. Сопротивление, да. Мы ссордиризируемся. Да, но тем, но тем, это мы склонны, правильно? Мы склонны ссордиризироваться с реакцией Авраама, который... Ну, вот тут вот, смотрите, шера, это может быть как будто это одно слово, правильно? На самом деле, в контексте видно, это шера. То есть, дело, оно плохое в глазах Авраама. Шера, а не шара, например. Шера. Это один из случаев, когда неогласованный текст, это понимается только из контекста. Иначе понять невозможно. Ра адавар. Шера адавар мыот бейна. Как бы не очень хорошо, но ладно. Да, шера эта вещь, она просто очень плохая в глазах Авраама. То есть, к этому... Ему очень поплохело от того, что Сара, говорит, выгоняет. Совершенно ему было не по душе, да. И тмигим, это, ну, удивленный? Да, тмигим, тмигим, тмигим. Это тмигим, это... Мы уже несколько раз говорили, что в иврике есть несколько слов, которые синонимы удивления. Нормальное слово авта. А вот тамоа, это более сильное, чем автаа. Тамоа, это означает... Мафтея, это означает, что человек что-то получает неожиданно. Например, у бай лайбы мафтея. Он появился неожиданно. Человек постучал в дверь. Вау, кто пришел? А тамоа, на мой взгляд, это больше, когда это... Это не только неожиданно, а это ментально невозможно осознать. И тогда это тамоа. Это давар, тамоа бей на. Это означает... У меня нет этому объяснения, не могу это понять. Вот это вот тамоа. Окей. Я бы дальше, да? Да, и он как бы... Какие двори тмуим? Почему? Ну, как бы Всевышний пусек Аллаха. То есть, он устанавливает Аллаху по саре. То есть, он говорит ему, делай, как тебе сара говорит. Ну, он как бы... В кавычках, кстати, что это смешно, да? Она как бы не рабонит. Но он заметит, что он пусек Аллаха. Аллаха в смысле практическое действие. Действует практически, как тебе говорит сара все. Вот такая Аллаха на тот момент. Окей? Ну, хорошо. Нас сегодня трое, поэтому, может быть, будем читать небольшими кусочками. Да, я готова отдать. Да, готова отдать. Тимофей, ты можешь отсюда... Ах. Да, давай попробуем. Ах им нитбонен берака. Берака, только берака. Берака. Шекедем леид. Шекедем леид. Парцута шесара негла. Негале. Шесара негале. Да. Ки вов науц. Замечательно. А мафтах. Мафтех. А мафтех. Да. Лепасер. Лепешер. Лепешер. Афраша. Кула. Да, видите, еврейство нормально терпит, когда сходные слова, они стоят, буквально, даже здесь рядом. По-русски невозможно сказать, считается нехороший стиль, когда... А здесь вот пешер, пороша. Окей? Хотя немножко по смыслу разные, но тем не менее, как бы по-русски невозможно сказать, когда два слова стоят, совершенно рядом. Одинаковые. Это читается неприлично так писать. Но видите, это вполне нормально. Окей, дальше. Должен, да? Ну, давай, да. Вот сейчас тебе выпало читать кардинальную, то есть мишпах мафтех, ключевую фразу, которую даже она объяснила, почему, несмотря на то, что Арам поплохела и нам тоже совершенно, кажется, совершенно негуманное действие, а почему оно было как бы, почему и как это можно оправдать. Окей. Слово «ах». Так, переводим, да? Да, да, конечно. Так. Ах. Ах – это мы говорили. Ах – всегда «но». Ах – это как? Но если. Да, даже не если. Да, но если правильно. Да, да, правильно, правильно. Но если. Но если. Будет сматриваться, правильно? Сматриваться в поток. Нет. Река в данном случае, река – это предыстория. Современно, вы видите, рекаим, например, тот, кто занимается фотографией, например, или там еще чем-то. Рекаим, например, это вот бэкграунд, это то, что вешивает. Во всяком случае, это то, что стоит на заднем плане, понимаешь? Река – это бэкграунд. В данном случае я перевел как предысторию. Потому что дальше объясняет этого трека, которая что? Ше? Кадам, которая предшествовала. Правильно, замечательно. Которая предшествовала. Так, расставанию. Нет, Итпарцуд – это Итпарцуд, как взрыв вулкана. Итпарцуд – это как перец, парац, то есть прорвался. Вот. А Итпарцуд – взрыв у Сары. То есть у Сары было, ей просто уже это как бы все надоело, нагорело, и вот она взорвалась с Сары. А вот это вот слово интересно. Почему? Потому что, скажите вы, как правильно прочитать. Потому что, опять, это загадки неогласованного текста. Можно прочитать правильно, как мы прочитали. Негале. Да? А совершенно так же пирсу, например, нигле. И совершенно другой смысл. Понять только из контекста. Что означает негале? Открылось. Мы обнаружим. Ну, это мы, анах, ну, правильно? А глагол «легалот» – как сказать, мы оборужим, мы обнаружим, анах, ну, негале – галуй открытый. То есть если мы смотримся в предысторию, которая предшествовала взрыву вот этой самой Сары, да, поведения ее, то мы обнаружим. Что мы обнаружим? Что в нем? Да. На уц – это воткнут. Он часто употребляет вот слово, но это типа заложен, заложен. Ну, вот типа по-русски – это типа заложен или находится, как угодно. Угу. Да? Так. Кто заложен? Что такое мафтеев? Ну, это обычное слово. Мафтеев – это ключ. Угу. Да? Так. Ле пешер. Пешер – это смысл. Пешер – это смысл. Что такое поршанут? По-русски называется комментарии. Ну, вообще-то, на иврите эта идея в том, что они докапываются до смысла. Поэтому пешер – это как бы смысл, это объяснение, да, чему. Всей фразе. Да, ну, в данном случае, пороша – это как бы история. Есть пороша-шаво. Пороша-шаво – это отдельный раздел, правильно? Ну, кроме того, слово пороша, оно обозначает как бы любую историю. Например, когда человек находится, или страна, или что-то находится на вот перекрестке, где он выбирает, называется Пороша-Драхим. Пороша-Драхим – это означает, что он должен выбирать между одной историей и другой историей. И любая, например, уголовная история называется. Любая история, которая там, Пороша, такого-то политика – это все Пороша. В данном случае, да, вот Пешер – Пороша. Пешер – Пороша – это объяснение всей истории. В чем, вот где, в чем находится ключ. Вот это вот дальше было двоеточие. И дальше. Окей? Цитата «И увидела Сара». Правильно, это просто цитата из Торы, да, «И увидела Сара». Сына Агарь египтянки, которого родила Аврааму, что он смеется. Мецехек. Вот, да, вот это хорошо. Мецехек сейчас очень дальше будет объясняться. Да, вообще, ну, как бы по смыслу это, по праве, просто смеется. Но по-русски это тоже разница, правильно? Можно сказать смеется, можно сказать смехается. Он смехается на другой смысл, правильно? Хотя, по-видимому, это одно коренное слово. Вот здесь, по-видимому, даже изначальный перевод должен быть «насмехается». Да, а дальше уже даже близких издевается. Ну, хорошо, мы, поскольку у нас трое, то мы будем читать. Давайте буквально небольшими кусочками, мне кажется, это правильно. Ань, давай ты. Нет, почему? Пускай Тимофей последний. Ну, хорошо, да, давай Тимофей с Абабой. А там больше три, а там еще дальше еще три обзора. Давай, давай, да, нет проблем. Амила? Амила Мецахек. Эйна, мила, теуна. Адмюут. Велло, бигдей. Смотри, в плане перевода ты можешь выбрать для себя, как тебе удобно. Если ты хочешь по кусочкам, будем по кусочкам. Хочешь читать до конца, читай до конца. Выбери, как тебе угодно. Ну, оттуда читаю. Так, в лоббигдей. В лоббигдей. В лоббигдей. Да. Тарху. Замечательно. У в аквутейгем. У в аквутейгем. Раши. В арамбан. Правильно. Ламот. Аль тейва. Тива. Тива, ее природа. Да, замечательно. Так, слово смеется. Ну, она смехается, да. Да. Теуна. Как переведем. Теуна хорошее слово. Теуна это значит. Царяженное такое, глубокое слово. Да, я написал несет большую смысловую нагрузку. Это вот в одном слове таун. Вот это вот таун, во-первых, смотрите, по-простому. Багажник на еврейке называется та-метан. Та, это как бы ячейка. А метан, метан. Это багажник, то, что по-русски называется, да. Во-вторых, таун это то, что нагружено. Понимаете? Поэтому здесь написано теуна. Ну, вот по-русски это типа, как я перевел, несет большую смысловую нагрузку. Это в одном слове таун. Да? Окей. Максимально нагружено. Да, максимально нагружено, правильно. Адмеот. Вот это слово метсахэк, оно, ну, то есть, грубо говоря, оно сложное. В нем есть много оттенков. Давайте постараемся их разобрать. Окей, дальше. Так. Вело бигди. Да, бигди, это слово, ну, типа, из Мишны, из Гемары. Бигди, это не просто так. Очень распространено в современном мире. Тоже говорят. Вело бигди. Вело бигди. Ще и дальше. И это совершенно не просто так, что циаль, например, сейчас бомбили. Старались. Азу, да. Тарху. Старались? Э, тарху и даже больше. Литроах, литроах, это литроах, ну, дается, стремятся прояснить. Но вообще литроах, это как бы вкладываться, это чем-то заниматься, утруждаться. Да, вот утруждаться. Тирха, например, когда адвокат занимается вашим делом или чем-то другим, правильно, ему дают плату. Видите, эта плата называется схартирха. То есть, это плата за то, что он тарах, за то, что он, ну, как бы, вот, занимался вашим делом. Это называется схартирха. Поэтому тарху, если не просто они занимались, а они им делили этому, там, ну, вот дальше, как бы, такие можно по-другому, по-разному перевести. Окей, хазарь мудрецы. Дальше. Да, так вот и по мнениям. И по их следам, и следуя за ними. Экев, это пятка. А по импотеям, это, значит, по их следам или за ними, да. Кто раши? Раши рамбанных. Да. Махманит. Стоят. Ну, да, это дословно трудно перевести. Лаамот аль-тива. Дословно стоять на природе этого слова. Ну, конечно, это не стоять, а смысл, чтобы пытаться понять. Тива, тива, это природа, ну, как бы, смысл этого слова. Это тоже одно из, как бы, синоним слову пэшер. Пэшер, тива, как угодно. Понять природу этого слова. Окей? Ань, ты хочешь читать, или будешь читать дальше Тимофей? Ань? Да, ты, может, Аня, пусть почитай. Давай, читай. Да. Барош вришана ешаласим лев, левдель, 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 цахак, цухэк, вейцхак, бавиньян, бавиньянкаль. Ну, вот грамматика замечательная. Вейнми цахэк, бпл. Замечательно. Так, сперва, прежде всего... Прежде всего, следует обратить внимание, на различие между словами цахак, цухэк и цхак. Ну, смеяться, как бы, смеяться и смеяться. Это, как бы, в простом, получается, биньяна, как бы, ну... Ну, да, вы знаете, мы сейчас не будем говорить. Все знают, что такое биньянин, правильно? Есть биньян пашут, это пааль, а есть биньян пиель. Пиель. И между мецахэк это пиель. А мецахэк это пиель. Он говорит, что есть разница между мецахэк и между... цахак. И, по-видимому, это то, что по-русски смеяться и насмехаться. Вот насмехаться, это пиель по негрите. Окей. И слово цахак появляется в нашей главе в связи с дарованием имени Ицхак. Да, это цхок, просто цхок. Имя цхок. Это самый нормальный смех, как по-русски смех. Смех, радость. Да, правильно. Да, это все пааль, это все прямой смысл. Ну, как бы радость, смех, и сделал мне Бог. Всякий, кто услышит, посмеется. Ну, да, по-русски прикол. Ну, очень прикол как-то и сделал. Ну, не прикалывается надо мной. Да, ну, очень как бы всевышний приколол. Сделал такой. Я старуха, у меня сын родился. Родиться немножко успела вообще, но... Окей. Это выражение большой радости. Правильно. Я, если я порадовался, не сможет, я не поиздевался над ней. Аштаут – это вау! Аштаут – это? Аштаут – это маон. Имаон – это тоже вау. Так, вы и как бы мы лаве как бы следует или сопровождается удивлением и, ну, тоже удивлением. Ну, да, то есть это не просто цхо, когда человека там запят пущи котят или там под ребра, да, или вот он начинает а-а-а-а-а-а-а-а. А есть такой цхо, когда человек а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот это такой цхо, когда Сара просто обалдела и засмеялась. Вот это такой вид смеха. Элафихах, мы элафихах. Мы торгем. Вот там онкелос, балишон. Ну, вот это ходовые, не знаю. Хедва – это то, что поют, когда хупа происходит. Хедва, рыут и все. Это все обозначение. Так, и поэтому онкелос переводит это слово как вот этим словом хедва. Слово хедва, да. Хедва. Хедва – радость. Хедва – это радость счастья. То есть это слово, которое выражает некоторое очень эмоционально положительное выражение. Скажем так. Так, значит, хедва – ават ли ашем, коль тешма их дейх, их дейх. Их дейли. Ну, это как бы на английском, но почему-то... Потому что большую радость, радость сделал мне. Делал мне Бог. Всякий, кто услышит, значит, порадуется, порадуется за меня. Да, правильно будет, да, правильно, правильно. Вот все замечательно, да. Вот это был смысл. Это смысл смеха Сары. В чем впали, правильно? А перец – совсем другое. В иллу. В иллу амела мацахэк и на битуй лак. 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 Лаак. Ваитуль. Ваитуль. Да. А слово мацахэк – выражение, ну, как бы насмешки и какой-то шутки получается. Да, лак, вы знаете, лак – это в современном языке тоже. Калагэм шель хатанэй лот бэпершаты. Ну, как мы посмеялись с детья лота в нашей главе. Да. Как лекрато, как мы как читаем. Лекриато. Нет, когда он их призывал. Он их призывал. Позвал, да, все понял. Так. Куму цэу мин амако мазэ. Ваи е кэмэцахэк бэйнай. Бэйнай хатанэ. Правильно. Значит, идемте, встаньте, пойдемте с этого места. А это было как шутка, как насмешки. Ну, да. То есть они ему говорят, ты что, с ума старик сошел вообще? Это совершенно другое эмоциональное. У Сары – это выражение радости. Здесь выражение насмешки. Они ему говорят, старик с ума сошел, учит, мы попремшись отсюда. Понимаешь? И это пиэль, как вы видите. А, пиэль вэрлэфэхахэм. Ну, да. А онкэлос мэцахэк мэхээх мэхээх вэлохэдэй. Вэлохадэ. Вхадэ я думаю, что слово хэдва. Это не радость. А это, ну, он не поиздевательство насмешки. И перевел онкэлос это уже другим словом. Таким они. Ну, как смеючись и издеваешься. Да. Окей. Сабаба. Ну, хорошо, дадим Лёне, правильно? Лёнь, давай. Секундничку. Йитэра. Йитэра мэзу. Лаак зэ ино спонтані. Эле, мидмэмэдухнан эйтэв. Правильно. Ген бфьо бэээх. Шэбо гэн бэээдо бэээмма шэбо. Да. Давай переведем, потому что какая-то фраза... Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Слушай, более того, эта насмешка, она не спонтанная, а заранее продуманная. Хорошо продуманная. Правильно, молодец. Хорошо спланированная написал, да. По своей природе, сути. Правильно. Вот как... А вот дальше я... Как и что? Как и что? Ну, я написал как по своей природе, так и по своей цели. То есть, ну, как бы... Ну, окей, давай так, да. Эх – это как. Ама-ама – это что? То есть, по форме и по выражению. Окей? Ну, хорошо. Так, не шевелись. Тарбудзу... Укоренившиеся. Оген. А, понял. Оген, да. Бемемара. Бемемара. Ну, как это выражение? Выражение. К элем фади? Ну, да. Честно говоря, в современном, во-первых, практически весь сленг ивридский современный – это все арабское. Правильно? Там Баса, Сабаба, фадиха и так дальше. Да. Вот я думаю, что фади, фади – это фадиха. Вы знаете, да, Аньба и Тимофей, вы знаете слово фадиха, правильно? Фадиха – это одно из самых распространенных слов сейчас в Израиле. Ну, так кто-то, когда тебе кто-то делает что-то в своих глазах, просто какая-то дурацкая вещь, да? Или больно, он тебя как-то подставляет, и, в общем, человек сидит в зале, а ему говорят, ну, иди сейчас выступи на сцене. Да я не готов совершенно. Да ладно, давай иди. Они его вытаскивают, и он выставляет по смешкам. И тогда он говорит, ну, они мне просто фадиху сделали. Вот это называется фадиха. Поэтому я думаю, что это фади, близко к этому. Сейчас, в современном, вы видите, вот это калым фади, я не узнал, я погуглил на парадке что-то для того, что все это в шутку. Понимаешь? Наверное. Ну, да. А вот он пишет, что это все в шутку. Это все в шутку. И на хайбет лиют крома. Круха. 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 Ой. Боута шутка, в овирот, кумурот, кавода зара. Боута. Что... Что... Шутку дамы. Боута. 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 Румзим Хазаль Боумрам Боумрам Шаммила Мцехек Ношекет Леавода Зара К Там было перевести Кусками, какая-то огромная фраза Кебетка Да Векрему Рецхок Давай переведем Давай переведем Какая-то Давай В данном случае Это не Торбут Пагубная культура Я написал Не знаю Культура здесь ни в силу, ни в городу Смотри, Торбут Это стиль поведения Наверное, да Смотри, он сейчас начинает и раскручивает Начнем переводить, и ты поймешь Ну, то есть Вот такая подстава Все Картель говорит А, это все в сутку не обращали Сначала говорит с того, что Картель говорит А, калэмфави А кольбетсхок Оно может быть не связано Правильно На прямую В данный момент С такими нарушениями, как Абадазара Кровопролитие Игилуя райот Правильно Но Может легко к ним привести Правильно Окей, значит вы поняли И Ханзаль намекают Что слово Мцахек Оно Соприкасается Ношек Ношек Это вот так вот Да Ношек, да Это вот так В геометрии А, покасательное Касательное Касательное Да, да, да Леводазара Правильно И грех Тельца Как в грехе Как в грехе Золотого Тельца Да Что сказано И И И И встали Леводазар Леводазар А там говорят Что такое Леводазар Это и Гилуя райот И Абадазар То есть это серьезные вещи Это Гилуя райот Да Да То есть он говорит Что вообще Это Не обязательно Связано Как бы С такими серьезными вещами Но очень быстро Может к ним привести И приводит примеры Да И вот дальше Еще один пример Еще одно место Он его здесь Не упоминает Ладно Дойдем до конца Я скажу Да Гилуя райот Кедверей Эшет Путифар Да Эль Сахагби О Да Отлично Помните, да Есть еще одно Еще одно Место Кроме того Берешит Ламетет Вэбэ Шихудамим Канэмар Высохку На Рим Эфанейну Шмуэль Я не помню Этого места У Шмуэля Это место Когда По-моему Давид Сражается С палестинами Там сначала Поединка Идет Поединки Между Юношными Которые выходят С двух сторон И они сражаются И он сейчас будет Объяснять Что сражаются До проливания крови То есть он здесь Приводит все примеры По возрастающей Сначала было Сначала было Идолопоклонство Это Эгель Потом Гилуя Райот Это еще Патифар И дальше Дальше Это Шихудамим Пример из Книги Шмуэля Окей Ну давай Может быть что Читай Или перевод А где мы остановились Секунду Мы остановились Вот-вот С Патифар Было Гилуя Райот Да И Гилуя Райот Как было сказано О жене Патифара Что пришел Нет Это было словами Патифара Она сказала Патифар Она сказала Нет Это жена Патифара Сказала Да Патифар что сказала Да Вы помните ситуацию Она схватила за его одежду И он убежал И она поняла Что все Сейчас он ее выдаст Ее накроет И мало Ей не придется Поэтому она тут же Состряпала Как болела Она на него поклев И она говорит Вот пришел Этот еврей Подчеркнул Этот еврей Да Иврей И он пришел Дальше Что Лет Сахекби Если Лет Сахекби Это явно Что-то типа Издеваться надо мной А не просто Смеяться Окей Но это как бы Еще одни подтверждения Того Он все ведет к тому Что Цхок и Шмаэля В пеле Да Это был не смех Как смех Сара А это была издевательность Окей Дальше И вот Вот эти Юноши У Шмаэля Апеджо Когда говоришь Это Кровопралития Да Апеджо Вмекра Зэ Шээвэи Мишлей Да Ахэн мэээр Бээээр Бэээр Бэээр Сбрааот Да Хилу, я думаю, бы хилу. Хилу, да, хилу. Как бы. Он очень понятно пишет, что идея такая, что вот это вот Исахаку Анаарин, по прямому смыслу непонятно, что там что-то было плохое, да? Но тем не менее, хотя, честно говоря, здесь написано Исахаку, а не Исахаку, тоже не очень понятно. Но как-то приводит, залп, более-менее. Но говорит, что вот это вот объясняется дальше в Мишлей, что как бы это такое, может быть, развитие, которое приводит с какой-то простоты, как по-простому, в Киилу. Киилу-то как будто. Это приводит, и начинают они как будто, окончают, на самом деле, здесь не просто потасовка, окончаются хитцим, стрелами и аваним, и камнями. И камнями. Ад-лет-рор-мавэ. Ну, террор, наверное. Ад-лет-рор-вэ-мавэ. И до смертельного исхода. Ну, то есть, сейчас тему закрываем. Эту идею то, что слово вот это цахэк в Пиеле несет в себе явно отрицательный смысл. Окей? Ну, хорошо. Тимофей, закончишь вот это? Прочитай. Так, я только хотел сказать одну вещь. Он не упоминает здесь, но еще есть место, где опять есть слово цахэк. Когда Ицхак, он на цахэк, это что? Когда играет в жену. С женой играет. Ну, там это. Да, играет с женой, да. Он сказал царю, что это... По-моему, это даже где-то было, да. Это где-то даже было, да. Я не видел. Ну, там, по-моему, Мацахэк. Мацахэк. Мацахэк, это, да. Мацахэк. Это не все, это не сексуальный контекст. Да, выставляет Ицхак. Во-первых, не ложится здесь его схема, поэтому он пропускает. Ну, да, он пропускает, да. Пропускает. Но там, как бы, отец Ицхак выставляется не в очень приличном цвете, потому что, как бы, ну, в общем, как бы, это его жена, и он может с ней, как бы, заниматься эротическими играми и все. Ну, а тем не менее, в общем, это оставляет, как бы, не очень понятно. Ну, нет, ну, просто там, тут, там-то в позитивном смысле, а здесь-то в негативном. Ну, да, да. Поэтому он это здесь не употребляет, потому что это не ложится в схему. Ну, в общем, приведенные примеры, они более-менее доказывают. Там же никто никого не убивает, и никто над кем-то не распутничает и не убивает никого. Да, да, ну, по-видимому, да. Окей, Тимофей, прочитаешь? Миша. Да. Миша давак. Ба торбут зод. Да. Миша, 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 хек, как. Да. Энгом маком в Эрец Исраэль. О. Велло. О. Ифа онеш. Агирушь мин арец. Веим. Хавра. Швема. Хавра, в смысле, соса, да, общество. Ой, да. Еврошь льма ниш хетет. Молодец. Веу левет. Да. Ведерых. Нелуза, зо. Нелуза, да. Илуза. Перевожу? Да. Да, пожалуйста. Тот, кто прикрепляется к культуре этой. Ну, придерживается, пожалуйста. Должно быть, да, приклеивается, да. Да, приклеивается к этой культуре. Да. То есть, тот, кто смеется. Да. Таким образом. Правильно. Нет ему места в земле Израиля. Замечательно. И ему полагается наказание. Ну, я фе, он, значит, полагается. Правильно, полагается, да. Изгнание из земли. Правильно. Если цельное общество. Ну, да, все общество, да. Ниш хететет веу левет. Как переведен? Ниш хететет означает, что оно станет испорченным. Ноху. Это разращается. Коррупированное. Коррупированное. Да. Это то же самое, как у Ноха было сказано. Вы не шкита. Вы не шкита. Ара целя дома. Адама, по-моему, сказано. Была испорчена, извращена. В современном иврите шкиту – это коррупция. Да. Вы улэхет бедерах не лозазу. Налоз – это плохое слово. Налоз, в данном случае, я написал по извращенному пути. Налоз – это плохое слово. Это человек, ну, в общем, наглый. А в открытую наглую, скажем так. В открытую наглую, да? Дальше. Налоз – это плохое слово. Замечательно. Замечательно. А тут конечная фраза наоборот. Ну хорошо. То есть если все общество себя извращает, идет по такому пути, то что дальше? Тогда оно общество. Да, правильно оно. В чем руки его? Нет, своими руками. Своими руками. Своими руками. Сама. Что она теряет? Пробощает. Нет, теряет. Пробощает с Айном. Алаф – это значит терять. Заслугу жить в земле Израиля. Право, да. Право жить, да, правильно. Который есть в земле Израиля. Теряет право жить в земле Израиля. В земле, в которой следует себя вести. Следует себя вести. Лоб и лак, лоб и ремия. Не по правилам насмешки и обмана. Лак – это насмешка, а ремия – это обман. Правильно? Рама – это обманщик. Есть ганав. Ганав – это который просто карманник, который вытаскивает что-то. Правильно? А есть ремия. Ремия – человек звонит и говорит. Мы врат вам из банка. Переводите нам деньги и все. Это мошенничество. Окей? Понятно. Ну, в прямоте и в вере. Да, да, да. И дальше он цитирует, да. Из Мизмор, который читается перед Берхат Амазоном. Азимале. Так пусть наполнит. Наполнится уста нашим смехом, да. Нашим смехом и радостью. А нашим языком радостью, да. Азимале схопину, улешене норина. Окей, приходит при. Откуда цитата? Это Тейлима. Тейлима – это то, что читают перед Берхат Амазоном. Если он тогда возвращал всевышний пленников, то были бы как восьми. С 137, да? Правильно. Здесь мы видим, что здесь очень схожие… Дань, да. Очень схожие слова по звучанию. Схок и схок, они совершенно разные. А тем более, let's ahead. Ну, вот у нас еще кусок грамматики был. Ну, хорошо. Мы это закончили. Давайте тогда быстренько мы успеем начать. У нас еще есть время. Давайте я сейчас… У меня он открыт. Сейчас я вам сделаю. Мы начинаем следующую тему. А именно, следующая Пороша у нас после Ваяры, у нас Хаей Сара. Да, вот мы сейчас начинаем Хаей Сара. Окей? Очень интересно. Совсем как бы не похоже на то, что мы сейчас читали. Совсем все другое. Но тоже очень интересно. Сейчас, секундочку, я сделаю шер. Дока. Дока, 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 дока. Еще дока. Еще дока. Где у меня этот пиде? Вот этот пиде. Я прошу прощения. Он исчеркан, но я больше так делать не буду. Я в начале, когда вел занятие в Ханан Парату, я, в общем, по-дурацки черкал. И мне было лень фотошоп это все вытирать. Но прочитать, я думаю, тем не менее, как бы можно. Это не проблема. Окей? Значит, мы начинаем новую статью. Вот. Которая называется... Вам видно заголовок? У меня он немножко перекрывается. Сейчас я... А, да. Вот так вот видно. Авраам Авину. Да, можно прочитать? Да. Авраам Авину. Ави Кэрен Каемик Лаисраин. Окей? Ну, хорошо. Мы сделали полный этот самый. Лень, возвращаемся к тебе. Да. Ребят, подождите. Ко мне. А, Аню пропусти. Сори, 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 да. Сори, да. Только не убегай. Это такое уже было, да. Ну, давай. Не с тобой, но с другими. Давай дальше. Так. Авраам Авину. Ави Керен Каемик Лаисраин. Авраам Авину – это, как бы, отец, основатель... Основоположник. Основоположник. Да. Молодец. Еврейского национального фонда. Вот. Да. Мы сейчас не будем разбирать... А, вы, наверное, это самый... Я ушел из этого... Сейчас, секунду. Вы... А, вот так видно. Мы сейчас не будем разбирать, потому что это надолго. Можете посмотреть в Керен Каемик Лаисраин. А, я сделал снос. Сейчас хоть... Если вам это неизвестно сто процентов, я могу в одну фразу сказать. Два... Я посмотрела в Википедию. Википедию, да. Я тоже себе сделал снос. Еврейский национальный фонд Керен Каемик Лаисраин. Фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в Иерусалиле. Основу 29 декабря 1901 года. И до создания Керен Айсот... Есть два. Керен Айсот и Керен Каемик. Керен Айсот... Он... Ба-бейкво-тэф. Бейкво-тап. Он по его следам пришел. Вот до создания Керен Айсот был единственным финансовым организацией сионистской организацией. Окей. Идея, которую предложил Эрцель и еще там, по-моему, кто-то. А идея такая, что... Идея была выкупления земель в Палестине, да. Еще до основания государства. А как собирались деньги. Была идея такая, что в каждой еврейской семье должна стоять баночка. Знаменитая синяя такая баночка. Да, это Керен Каемец, в которой каждая еврейская семья, она делает трумот. Они все собираются. Тогда, как бы, получается, что это не частный человек покупает. Потому что, как бы, весь народ покупает. Окей. Теперь дальше. Слово Керен вы знаете. Слово Керен, оно очень-очень, как у нас было с скоком, может быть, даже здесь даже больше. Я вам просто приведу, как бы, ну, сразу приходящие на умы значения этого слова. Совершенно разнесенные. Керен – это рог. Правильно? Карнайм – это рога. Передальше. Керен, с русским в данном случае, все равно не связано. Керен – это луч. Знаете, знаменитый пэсс, это скульптура Микеланджело. Муше сидит с крижалами завета, у него рога. Вот. Ну, это готовая фраза, обозначающая некое вознаграждение. То есть, в «Отренних благословениях» читает там отрывок, по-моему, с ними смешны, там, и что-то такое, что есть дела, которые человек совершает в этом мире. Вот, вот, вот. Сейчас это… Подожди, сейчас будет… Акерен Каэмит Бо Ла Ла Маба. Сейчас… Ну, подожди, это третий смысл. Ты все правильно сказал. Мы запомним, что сказала Аня. Но то, что я хотел сказать, Керен – еще это свет. Керен Ор – это луч света. Я, на самом деле, всегда считал до какого-то времени, что Микеланджело просто как бы по безграмотности еврейских текстов они перевели «Керен» как «рог». Хотя перевод нормальный, что у Муше у него было… Лицо светилось лучезарное… Лучезарное… Вот по-русски «лучезарное» – это «Керен Ор». Правильно? А оказалось, что есть комментарии, чуть ли не Раши, вот что у него действительно были рога. И как-то они чем… То есть это… Ну, во всяком случае… Керен, мы сказали, рога. Керен второе – это луч. Вот. А третье действительно сказала Аня. Керен – это фонд. В современном иврите это фонд. Да? Теперь дальше фонд. И в любом… Когда человек берет, например, суду, правильно? Там есть две составляющие. Например, человек… Да. Или даже… Нет, человек вкладывает деньги. Вот он вложил тысячу шекелей. Вот тысяча шекелей у него Керен. Я не очень знаю, как это перевести в русских… Базовая… Базовая сумма. Ну, да. Но, может быть, есть специальная терминология… Я не помню. Да. Я тоже не знаю. Но, может быть, вот Аня, либо Тимофей… Типа основной капитал, там, что-то такое. Или это… Как это? Уставной фонд. Вот основной уставной фонд. Ну, да. Вот это называется Керен. А когда… Надо некую сумму вложить на счет, прежде всего. Когда юридическое… У тебя юридическое лицо, чтобы тебе… У тебя в банке должна быть некая сумма. Правильно. Вот это называется Керен. А Керену добавляется потом Рибит. Или Цуа. Рибит… Ему дают за это какой-то… То есть, есть Керен. На Керен добавляется… Керен умножается на Рибит. То есть, на процент, который он получает, да. И вот этот вот Рибит, помноженный на Керен, да. Это он получает Цуа. Цуа – это вот эта добавка, которая появляется Керену. То есть, Керен все время растет. Поэтому человек, например, говорит, я готов вкладывать, да. Но Керен у него все время будет. Поэтому вот это вот слово Керен Каент, это означает, что это какая-то составная часть базовая, которая никогда не уходит. Добавляться может плюс-минус, но она никогда не уходит. И правильно сказала совершенно Аня. Потому что Мишня говорит, что есть такие вещи. Еш Маасим. Я не помню наизусть Маасим. Шабанадамусе Беоламазе. Человек делает в этом мире, да. Делает какие-то вещи, да. И он что-то получает в этом мире. Но дальше Керен Каеметло. Это что означает, что у него существует еще Керен, который он получит в Уламаба. Вот это вот общее объяснение, хорошо. Это было так длинно, но, тем не менее, понятно, почему, ну, как бы, некоторые, ну, такая ирония, скажем, он говорит о Врамовине. Где Врамовине, где Керен Каеметло? Тем не менее, мы сейчас увидим, что вот в поступке приобретения Марата Махмелла, как это все это было сделано, в каком-то смысле, в каком-то смысле, те сионисты, провозвестники и так дальше, Усишкин и другие, Шапира, которые организовали потом Керен Айсо, да, и выкупали эти самые земли, но они продолжали действия в Рамовине. Так как он это делал, сейчас будет объясняться, это не просто покупка склепа для того, чтобы похоронить свою жену, а это гораздо имело большой национальный смысл, как он это делал. Ну, вот я сделал такое моего введения. Хорошо? Все, Ань, читай дальше. Так, Вейтен Ли Эт Маарат Амахпела Ашер Ло Ашер Бекце Садыю Да, правильно. Так, и это значит, Абрам обращается к, как его звали, Эфрон, по-моему. Да, да. Значит, дай мне вот это вот Маарат. Он обращается к представителям хейтисов, чтобы они уговорили Эфрона, да. Дали ему, значит, просьба участок земли, пещеру и с участком, чтобы похоронить саду. Войную вот эту пещеру от Маарата Махмела. Да, войну от Маарата Махмела, которая Ашер Ло, которая как бы у него, у тебя у него, из которой с ним или у него, которая Бекце Сады, и с кусочком с краем поля. Которая на краю поля. Которая на краю поля. На краю поля, да, на краю поля. За кэссов, за деньги, за деньги, за серебро полное. Кэссов Малэ, это интересно. Кэссов Малэ. Я тебе, вот это вот кэссов Малэ, это не нули или это? Да, правильно. Сейчас скажу, это не нули, да, данное мне. Это не на ли, это не, он даст ее мне. Да, мне и так. Он ее отдаст мне. В общем, вот это вот охузат во владение. За полную плату будет дана мне. За полную плату, да. И вот это вот повладение, ну вот это вот погребальное получается. Ну, да, повладение погребальное. Мы сейчас будем, да, охуза это поместье на самом деле. Охуза это повладение, владение, приобретение владения. Кэссов Малэ в современном языке, наверное, что-то типа твердой валюты. То есть он в долларах даст. То есть он даст ему что-то в таком деньгах, не в локальной валюте, которая была принята. А он даст ему в чёрто, что за оверл и сухер. То есть это типа доллара, да, но я не знаю. Да не, ну там просто он там какие-то деньги-то более серебряные, так что... Правильно. Ну я говорю, понятно, что это в долларах. Ну типа... Да, он ему дал что-то, что называлось кэссов Малэ. Более такие весомыми монетами. Да, 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 да. А более тяжёлыми, то есть такими прям... Да, совершенно правильно. Вот. Так. Алия... Так. Алия... Алия в Израиле, она, ну, отца в повеление, видим, пиво первое повеление. Да, правильно. Первому еврею. Правильно. Это как бы исходная точка для построения общества над нацией и вечного... Даже только не общество, а сильнее нации. Нацией. Нацией, да. Нацией, да. И, значит, геулат вечного освобождения. И вообще даже не только, то есть он говорит и в локальном смысле, это как бы и для евреев это начало, но вообще вы сейчас увидите, что это не только это, это вообще для всего человечества. Как дальше видно? Так. 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 Ибо из земли Израиля произрастает, проистекает все. Правильно. Итхила таравку получается. Да. Так. Так. Ах, эйн, ба алия, дэй, ктэй, дэй... Дай, 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 дай. Хорошо, дай, достаточно. Ктэй, лэв тьех, эт айхиза, айтне... Эйтана. 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 Как бы... Как бы... Сомогу всем восхождений, нет репатриации. Недостаточно. Недостаточно. Для того, чтобы как бы прочно, прочно утвердиться на земле. Шиарей Эфшар Лехьот ба хаей, я скажу, ну, получается... Ну, Вадим это кочевники. А, Ну, Вадим кочевники, все, я поняла. Что, однако, поскольку возможно жить там, на ней, жизнью кочевников. То есть... Без привязки к земле, в смысле. Без привязки к земле, ты будешь на ней просто... Ну, да. Приехал туда, ну и все. А там у тебя ничего нет, ты будешь там... Ну, да. И вот он, да, и вот окончание фразы он говорит. Вах ларедет мемена беет раф. И во время голода ты оттуда и, в общем-то, уйдешь. Ну, вот как вы уезжали. Абрам уехал в свое время. И как там собрался было уехать? Ну, да. Но он говорит, что когда есть ахиза, то человек даже может уйти, когда есть голод и все. Но когда у него есть ахиза, у него что-то схвачено. И это что-то является его купленное за деньги, которое он может передавать другим. То даже если он на время оставляет, это все равно его. Такая идея. Ок? Ладно. Камни дрешат а митсва от сиюнит. Аж не я. И это как бы требует... Этого требуют как это? Митсва... Тут требуется, тут требуется. Тут требуется второго, вторых сионистов заповедь... Нет. Требуется вторая сионистская заповедь. А, старайся, ну я говорю, ты постарайся А какая первая? Первая это лэх-лэха Первая это восхождение А вторая это покупка Шиина Тануй Тануй, да? Тануй, да? Танай Лэйт яшвут Кавэ, кава Кэва, кэва, кэва Постоянно Это, ну как бы И вот это условия Для постоянного Как бы заселения Постоянного проживания Лэйт яшвут, кэва, это такой Даже юридический термин Киньян Карка Барет израиль Приобретение земли В земле и стране Израиля Да Человек, сейчас подали секунду Человек, который заполняет, например Иммиграционный или там В министерстве внутренних Сделал Тофес Анкету Он должен указывать Кто он Есть несколько статусов Например Человек израх Гражданин А, например, он может быть не гражданин Но живет в Израиле Тогда там есть такая Клетка Где человек стоит Ви называется Тушав кэва Это означает, что у него есть статус Тушав кэва Он может постоянно здесь жить То есть у него, наверное, что-то есть Типа постоянные визы Что-то типа этого Но при этом он не израх Вот это вот выражение То, что Итьяшвуд кэва Это вот Это вот Это с этим связано Окей? Хорошо Так вот эти вот фамилии Усишки Усишки Соколов Ну, Соколов Ну, Соколов В Израиле В каждом городе Куча улиц С этими номиналами И Ашуа Хэнкин И Ашуа Хэнкин Хорошо Значит Мества и Кара Вот это как бы Сырагай Получает ценное Это ценное заповедь Ценное повеление Ну да Важное Ценное Да Масру Навшам Что Которое Которое Передается Передается Посмотри Шке Але Дословно Передается Что на нее Положили свои души В исполнении Которое Самотверженно Участвует Я написал За нее Положили свои души Да От основания Основателей 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 Вот этого Керенка Имитла Исраэль Правильно Усишки Усишки Соколов И Хэнкин Да Хорошо И Содате Мы угоним Правильно Мы угоним Бэ Порошатэйну А основание Для Основание Для этого фонда Было положено В нашей главе Да Только положено Вот Ты это слово Понимаешь Да Мы угоним Угоним От слова Огэн Основание Или Основание По-русски Так не сказать Но во всяком случае Они закреплены Заложные Требуют Такое Твердое основание Было положено В нашей главе Они заложены В нашей Порошатэйну Да Бапорошаткиньян Карка Решон Баталудот Аума Значит В главе В главе Как это Приобретение Земли Первой земли Да Правильно Земли Баталудот Аума Как это В Родаса Толедот В истории народа Ну как бы В истории народа В происхождении народа Мэрата Мэрата Махтура Все понятно Окей Тимофей По-моему Да Если я не ошибаюсь Нет Сейчас Леонид Мы до скольки А да Половину Ну хотите Давайте здесь Остановимся Я не против Давай Остановимся Ну хорошо Мы начали Зачин очень интересный Я надеюсь Что мы С Божьей помощью В следующие разы Пройдем дальше Это как и Обычные Хананапараты Очень и очень Очень интересные Очень такая Идеологически Насыщенная Пороша Почему Авраам Не просто Купил Вся идея В том Что он купил Не просто Место Чтобы захоронить Свою жену А он сделал Вклад Наподобие Того Как делали Потом Дальше Усишкин Соколов И Хэнкин Это вот Основатели Кэрэн 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 Окей Очень интересно Как это выводится И снова Он идет по тексту Текстуально И доказывает Нам Посмотреть Это так Это не так Это так Из этого видно Что он не просто И весь его спор Это не просто Он хочет сделать Вложение Которое будет вложение Окей Ну хорошо Все Все Совершенно Замечательно Мы отлично Позанимались Сейчас я Остановлю запись Окей Сейчас Остановить Использование Окей Остановление Остановление